Сильно увлечённая и смелым Де Форжем Маша Троекурова попросила, чтобы он давал ей уроки музыки. Де Форж вёл себя с ней почтительно, но во время одного занятия сунул девушке записку с приглашением на свидание вечером к беседке у ручья. Маша давно ожидала признания Де Форжа, и желая, и опасаясь его. Любопытство её было возбуждено, и в темноте она прокралась к беседке. Мнимый француз неожиданно заговорил с ней по-русски и признался, что он на самом деле – Дубровский. Владимир рассказал, что, организовав свою шайку, первым делом хотел сжечь поместье Троекурова, но когда ходил близ барского дома, намечая план, увидел её и влюбился. Именно ради Маши Дубровский щадил владение Троекурова. Именно ради неё он вступил в сделку со случайно подвернувшимся французом. Дом Троекурова стал для Владимира священным, потому что там жила его возлюбленная. Он отказался от мщения её отцу. Однако теперь Дубровский узнал, что ограбленный Спицын, приехав домой, донёс на него полиции. Владимиру больше нельзя было оставаться у Троекуровых. Покидая их дом, чтобы уйти к своим сообщникам в лес, он убеждал Машу обращаться к нему в случае, когда ей потребуется помощь. Потрясённая Маша согласилась. Вернувшись к дому, она увидела близ него отца и вооружённого исправника. Они с тревогой спрашивали, не встретила ли она де Форжа. Троекурова уже известили, что это не француз, а Дубровский. Гувернёра искали в доме, но не нашли. Субтитры создавал DimaTorzok